Гонки будущего прошли на минувших выходных в Химках. Участники этапа Кубка мира по дронрейсингу не ездили, а летали. Спортивные квадрокоптеры на время преодолевали трассу со всевозможными препятствиями. Кто пролетит быстрее всех и допустит меньше ошибок, тот и победил. Во время соревнований находиться на поле строжайше запрещено, ведь квадрокоптеры развивают скорость до 200 км в час. При весе всего полкило на такой скорости они могут быть опасны. Поэтому и пилоты, и зрители стоят за ограждением. Пилоты управляют полетом с помощью авиамодельного пульта. С таких управляют, кстати, и самолетами, и вертолетами. И наблюдают за полетом с помощью APV-очков. Они позволяют наблюдать за полетом от первого лица, именно как пилот за штурвалом летательного аппарата. От такого зрелища в прямом смысле голова кругом. Со своими дронами во время полетов пилоты становятся единым целым. Спортсмены обычно собирают летательные аппараты своими руками, так что знают все их нюансы и особенности. Ощущение полета. В гонках ты, с гоночными дронами, с FPV-дронами, также с пилотажными, ты являешься именно пилотом, а не оператором дрона. Если обычные дроны летают сами, а ты им только говоришь, лети вперед, лети назад, то в гоночных дронах автопилоту выкинут в окно, и эта работа делегирована мозгу пилота. Ты действительно чувствуешь, как ты опираешься моторами на воздух и управляешь этим вот вектором тяги, который под тобой. Это потрясающее ощущение. Международные соревнования по дронрейсингу прошли в Подмосковье впервые. Участники съехались из разных стран. Из Южной Кореи, Германии, Франции и Италии. Россию представляли трое спортсменов. Самым младшим участником команды стал Никита Пешков. Запускать дроны он стал год назад. А вот в соревнованиях участвуют впервые. Вообще я летаю с друзьями, отрабатываю тоже поворотом, но у нас не такая большая трасса. То есть здесь, ну, как и все, будем первый раз летать. Так как у людей тоже нет опыта на этой трассе, так как трасса новая, и она до соревнований была секретной. Гоночную трассу оборудовали в доме юного техника «Интеграл». Лучше всех ее прошла команда из Южной Кореи. Организаторы теперь планируют сделать мероприятие ежегодным.